Всем привет! В эфире программа «Всё это кино» и её ведущий Павел Мушта. Поехали! Начнём с новостей мира кино. Оказывается, не все актёры горят желанием сняться у Квентина Тарантино. Вот, например, Кевин Костнер отказался от участия в съёмках новой ленты знаменитого режиссёра «Освобождённый Джанго». Актёру предлагалась роль одного из отрицательных персонажей. Однако теперь выясняется, что Костнер не сможет принять участие в работе над картиной из-за напряжённого рабочего графика. В частности, в ближайшее время Кевин будет сниматься в фильме Зака Снайдера «Человек из стали». Кроме того, Костнер занят собственным режиссёрским проектом «Бой местного значения». Думаем, Тарантино недолго будет расстраиваться, ведь своё участие в его проекте, который позиционируется как вестер, уже подтвердили такие оскароносные актёры, как Джейми Фокс и Кристоф Вальц, а также Сэмюэль Эль Джексон. Премьера фильма запланирована на декабрь следующего года. Кинофестивалей много не бывает, а в Хабаровске тем более. Решили в кинотеатрах «Гигант» и «Голливуд» и с 28 сентября по 9 октября проведут в своих кинозалах фестиваль неправильного кино. За этим названием скрывается неординарный культурный проект, который включил в себя участников и призёров международных кинофестивалей на пространстве от Монреаля до Джакарты. Программа фестиваля составлена по клубному принципу. Каждый фильм станет магнитом для зрителей, объединённых общими интересами, увлечениями и мировоззрением. Например, ленту «Дальнобой без тормозов» Джона Айвея сами же владельцы «Железных коней» признали лучшим фильмом про байкеров со времён беспечного ездока. Ознакомиться с программой показов, а также забронировать места можно как в самих кинотеатрах, так и по единому телефону бронирования 905050. А вот в кинотеатрах «Дружба» и «Форум» решили порадовать детвору повторным прокатом летнего анимационного хита «Тачки 2». Наверняка многие ребята не успели посмотреть его в силу отдыха в загородном лагере, в деревне у бабушки, да и просто такой яркий мультфильм достоин как минимум второго просмотра. Прокат «Тачек 2» в 3D в кинотеатрах «Дружба» и «Форум» начался 22 сентября и продлится до 9 октября. Сеансов будет немного, поэтому поторопитесь забронировать билеты по телефонам, указанным на экране. Карьера актера Джесси Айзенберга в последние пару лет круто пошла в гору. После стебной комедии «Добро пожаловать в зомби-лет» парня пригласил поработать сам Дэвид Финчер на главную роль в ленту «Социальная сеть». За эту роль Джесси получил свою первую номинацию на «Оскар». Ну а пока в ожидании других масштабных проектов он продолжает сниматься в комедиях. Главный герой комедийного боевика «Успеть за 30 минут» – доставщик пиццы Ник, живущий в одном из небольших американских городков. В его тихую и размеренную жизнь беспардонно врываются два отъявленных головореза. Нику насильно надевают пояс шахида с часовым механизмом, предупредив, что бомба взорвется, если юноша за весьма скромное время не ограбит банк. Понимая, что на все про все у него есть лишь несколько часов, Ник обращается за помощью к своему бывшему лучшему другу – Чету. Попавшей в переплет молодежи предстоит разобраться с полицией, наемными убийцами, огнеметчиками, а главное – им предстоит разобраться в собственных непростых отношениях и выяснить, почему же дружба дала трещину. Привет, друзья! Постой, как ты не смог грабануть банк? Хорошо! Я того Мишку хотя бы любил, а тебя я знать не знаю. Че, настоящее? Если я вовремя не принесу им бабло, она рванет. И первое, что пришло в твою тупую башку, это заявиться в школу, где куча детей? Все будет нормально. Ничего нормально не будет, меня взорвут! Перестань! Соберись, тряпка! Ну что с вами сегодня, ребята? Под чайку! Прелесть какая! А помнишь, как мы с тобой в школе дьяволу поклонялись? Сколько? Недели две? Это были лучшие недели в моей жизни. Это ограбление! Представь пистолет и брось в сторону! Ой, только не мне! Простите, я ненарочно! Да кто ж так пистолеты отбрасывает? У пацаненка федерала на хвосте! Дай мне сосредоточиться, я этим на жизнь зарабатываю. Да ни хрена подокнула, ты траву куришь и пиццу доставляешь! Ух ты, парням не повезло! Мужки на землю! Руки за голову! Ну и чего, с пукалкой на тонну динамита, господин полицейский! На последнем кинофестивале в Каннах российских фильмов в основной программе не было. Зато в конкурсе «Особый взгляд» приз жюри из рук знаменитого Эмира Кустурицы за фильм «Елена» получил, пожалуй, самый титулованный режиссер последнего десятилетия из России Андрей Звягинцев. Фильм представляет собой историю пожилой семейной пары. Богатый и скупой Владимир относится к Елене скорее как к служанке, чем к жене. У обоих есть дети от первого брака. У Елены сын, у Владимира дочь. Ее сын безработный, который не может покормить свою жену и двоих детей. Они живут только на деньги, которые дает им Елена. Дочь Владимира, напротив, богемная девушка. И вот Владимир попадает в больницу с сердечным приступом. Там его навещает дочь, с которой у него никогда не было хороших отношений, но ее визит все меняет. Выйдя из больницы, Владимир объявляет Елене, что он решил изменить завещание. Все деньги получит его дочь, а Елене достанется лишь небольшая пожизненная рента, и она не сможет помочь своему сыну. Скромная и послушная Елена решается на отчаянный поступок. Стоит отметить, что еще в прошлом 2010 году фильм «Звягинцева и Елена» был признан лучшим независимым европейским фильмом по версии Sundance NHK International Filmmakers Awards. Одной из самых престижных премий в авторском кино. Я, честно скажу, переживал за прокатную судьбу этой ленты на родине. Все-таки фестиваль Нархаус. Тем не менее, 75 российских кинотеатров смогут порадовать своего зрителя одним из лучших фильмов последних лет. Есть счастливцы и в Хабаровске. Это кинотеатры «Гигант» и «Голливуд». Я проверила, там ничего нет. Кто должна мне верить? Конечно. Какое вы имеете право думать, что вы особенный? Почему? Почему? Только потому, что у вас больше денег и больше вещей? Все же может измениться. Ага, это мы слыхали. Сказки о грабедных и глупых. Вот так, Раят. Саша! Иван Валин! А в кинотеатре «Дружба», так же, как и в остальных хабаровских кинотеатрах, продолжает победной и дик-круто сваренный экшн-профессионал. Об этом фильме мы достаточно подробно рассказали в нашей предыдущей программе. Поэтому сегодня решили дать вам насладиться несколькими сценами из ленты под главную тему фильма в исполнении немецкой группы «Скорпионс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом все. Не пропустите нашу программу ровно через неделю. До скорого! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА